Продолжение следует... Сейчас мы поговорим об политической и предвыборной ситуации в России. Сегодня у меня в гостях два политтехнолога, Аббас Галямов и Давид Эдельман. Причем оба еще и педагоги, как мы совершенно случайно выяснили. Здравствуйте, господа. Здравствуйте, политтехнологи. Когда вокруг тебя сидят два человека с одинаковым именем, нужно загадать желание. А сейчас у меня два политтехнолога. Я на всякий случай загадаю желание. И после этого мы поговорим о повестке. Ну, давай начнем с Давида. Давид, пожалуйста. Я хотел задать вопрос. Как политтехнолог политтехнологу. Все, кто смотрел интервью с Карлсоном, который берет у Путина, могли обратить внимание на одну вещь. Путин же практически два года после начала спецоперации не давал интервью иностранным СМИ. Хотя именно тогда в начале вроде бы ему стоило дать и объяснить свою позицию. И вот сейчас он дает интервью. Причем, Давид, прошу прощения, иностранные СМИ утверждают, что они просили это интервью. И CNN, и BBC заявляют, что они несколько раз обращались. Но, понятное дело, что дают своему. И вопрос мой такой. Мне показалось лично, что все интервью, от него исходило такое ощущение, что он уже победил. Успешности. Что вот он уже дождался перелома в войне. Ну, и вообще победа или примирение на его условиях – это вопрос только времени. Вам так тоже показалось или нет? Да. Надо вообще иметь в виду, что Путин в ситуациях, когда он растерян, не уверен в себе, когда у него появляются сомнения в конечной победе, он вообще не появляется на публике. Он появляется… И не говорит про Иван-Чай. Ну, либо да. Это все вынужденно, крайне ограничено. Такие мероприятия тоже бывают. Особенно во время первого года. Прям были паузы. Иногда там по две недели его не было. И потом он появлялся, какие-то дежурные мероприятия проводил. Говорил что-то такое не очень актуальное. То, значит, о спорте рассуждал о том, как спорт надо развивать. То с губернаторами встречался, принимал их доклады о ситуации в регионе. Ну, то есть показывали, что он живой, что он работает, да. Но вот такого общения, предполагающего ответы на вопросы, более глубокое проникновение в суть происходящего, вот такого не было. А вот Путин прекрасно понимает, что его сторонники ценят в первую очередь за, так сказать, демонстрируемую им силу, вот эту уверенность. Ну, то есть все то, что вы описали. А это сильная сторона его образа. Это, по сути, единственный источник его легитимности. Других источников у него нет. И он, соответственно, вот в ситуации, когда он неуверенно себя чувствует и не может все это продемонстрировать, он просто исчезает, его просто не видно. Поэтому каждый раз, когда какой-то серьезный формат, предполагающий такое, что-то какое-то серьезное, там, взаимодействие с аудиторией, вот прямой линии, там, его пресс-конференции, там, его послание федеральному собранию, вот. Или вот таких интервью серьезных, значит, он на них идет только в ситуации, когда он уверен в себе. В данном случае у него осень была очень, в общем-то, неплохая, потому что после неудачи предыдущего, вернее, сейчас уже два года назад, то есть после неудачи первого года войны, помните, осень у него была прям буквально страшная, когда сначала из-под Харькова их там, значит, они бежали, потом из-под Херсона они отступили, потом они, значит, там начались вот эти конфликты. Ну, то есть он привлек Пригожина, да, там, поняв, что не может положиться исключительно на официальную армию. Он вот этот Вагнер стал, значит, все ресурсы ему отдал, Вагнер стал требовать, так сказать, уже политических каких-то себе там, значит, предрогать этих приоритетов. В итоге начались очень серьезные конфликты между армией и Вагнером, это продолжалось более полугода, потом Пригожинский мятеж, и вот это еще наложилось, знаете, летнее контрнаступление, от которого тоже очень много ждали. И, значит, казалось, что если украинцы так эффективно стояли в обороне, ну, сейчас они пойдут в контрнаступление, и тогда вообще тушит свет будет. В общем, и вот когда, значит, у Путина после всего этого кошмара, так сказать, длительного, сначала там он с Пригожиным справился, все-таки удалось его убить, это резко укрепило его позиции в глазах элиты, вот, то есть элиты поняли, что зря мы его, так сказать, со счетов уже списали, вот. Потом украинское контрнаступление захлебнулось, да, и это, знаете, как в том анекдоте получилось, когда, знаете, помните, наверное, значит, мужика там выгнали его с работы, жена назвала его неудачником, значит, забрала детей, ушла к маме, подала на развод, ну, и он, в общем, от отчаяния решил повеситься, уже там закинул петлю на этот, на люстру, поставил стул, значит, накинул петлю на шею, и тут вдруг смотрит, на там шифонере завалялась от старых времен, там, покрытая пылью бутылка водки, ну, не пропадает же добро, он, значит, эту петлю снимает с шеи, берет бутылку, выпивает половину, значит. А жизнь-то налаживается. Да, выходит на балкон, закуривает, да, и так, и солнышко садится, и птички щебечут, и жизнь-то налаживается. Ну, вот, у Путина после всех этих кошмаров, да, то, что не сбылись худшие ожидания, в общем, и даже есть локальные успехи, вот, он, а жизнь-то налаживается, и он на радостях сразу бросил, значит, армию, там, в бой в Авдеевку, в общем, правда, там не очень получилось, но, тем не менее, ощущение того, что все не так плохо, как предсказывали, значит, там появились новые надежды, условно говоря, позиции Трампа укрепляются в Америке, очевидным образом, позиции Байдена. Партия Магин-Лепен сегодня побеждает на выборах. Да, 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 приближаются выборы в Европарламент, и есть все основания предполагать, что правые укрепят свои позиции, потом, значит, вот операция против Америки на Ближнем Востоке удалась, расшатали там весь Ближний Восток, ну, то есть, есть такие вещи, которые позволяют ему надеяться на то, что, значит, вот, повторюсь, на фоне предыдущих неудач, вот, создается ощущение, что жизнь-то налаживается, поэтому он так, значит, и пресс-конференцию провел вот эту, помните, в декабре он совместил пресс-конференцию с прямой линией, там, 4 часа, что ли, он общался, вообще в очень расслабленном состоянии был, прям вот такой вальяжный, знаете, вот, ну, и в случае с Карлсоном, вот, то, о чем вы сказали, в общем, это вот, я абсолютно согласен, это продолжение вот этого тренда. Так, а все-таки, зачем... Вопрос, просто, насколько реально, как вы считаете, у Путина есть основания ощущать себя победителем, ну, особенно учитывая, ну, вот, ситуацию в Украине, ситуацию на фронте, ну, если вот так вот посмотреть, мне кажется, что сейчас Россия готовит наступление. Да, похоже на то, ну, под выборы они, конечно, постараются какие-то победы продемонстрировать, потому что, вот, повторюсь, других источников легитимности, кроме успехов, побед, удачи, у Путина нет. И, поэтому, очевидно, если что-то они могут в военном смысле достичь, они, конечно, попытаются это сделать, но противоположный лагерь тоже это понимает, я думаю, противоположный лагерь тоже попытается что-то организовать ближе к выборам. Вот, в частности, пошла информация, да, вот, последние две недели, значит, Голландия объявила о поставках F-16 в Украину, потом этот, Франция, Миражи, свои самолеты, истребители тоже объявила будет поставлять. То есть, может быть, они тоже хотят вот перед выборами вот этот момент использовать. Вот, в общем, смотрите, вот вы спросили, есть ли у Путина основания, так сказать, для этого оптимизма. Вот, особенность путинского, путинской оптики заключается в том, что он на то, что происходит вовне, это ему интереснее, чем то, что происходит внутри. То есть, он в первую очередь ориентирован на ситуацию, условно говоря, сравнивая себя с соперниками, на ситуацию, вот, там, в Европе, в Америке, да, чем у себя в тылу, так сказать, в России. То есть, он привык, что там у него тылы крепкие, так сказать, верные соратники обеспечивают контроль над ситуацией. И поэтому вот поводы для оптимизма у него есть. Ну, действительно, масса проблем есть и у европейцев, есть и у американцев, есть усталость от войны, есть внутренние разломы, вот только что вы назвали Липен, там, или Трамп в Америке и так далее. Ближний Восток полыхает. Ну, поэтому, вот, когда он сидит в Москве и смотрит, так сказать, наружу, да, ну, в общем-то, не все так плохо. У врагов, там, значит, свои проблемы, мы сейчас еще чуть-чуть, так сказать, добавим жару, да, и они там вообще скоро все посыплются. С этой точки зрения поводы для оптимизма действительно есть, но у него огромное количество поводов для пессимизма с точки зрения ситуации внутри самой России. Там усиливается протестное настроение, социальная база режима реально слабеет, экономика деградирует, социальная сфера деградирует. Там, посмотрите, что происходит в сфере ЖКХ, например. То есть, эту зиму они, конечно, еще переживут, но что там будет в следующей зиме, вот, если та же динамика продолжится, а основание считает, что что-то изменится, нет, потому что объем инвестиций в ЖКХ уменьшается, вот. И, в общем, вот если смотреть на ситуацию внутри России, там, поводов для оптимизма у него точно нет. Ситуации сейчас там, он еще более-менее контролирует режим, конечно, я не говорю, что он прям завтра рухнет, вот. Но, тем не менее, ситуация ухудшается там у него достаточно очевидно, очевидным образом. И, собственно говоря, это такая гонка у него получается, да. Он надеется, что, ну, метафорически выражаясь, Запад рухнет, развалится там быстрее, чем, так сказать, он рухнет, развалится, да. Ну, а я думаю, на Западе полагают, что скорее это у Путина случится. Ну, если нас история чему-то учит, то, значит, глядя на опыт СССР, в общем, можно... Ну, да, нам там все время рассказывали про загнивающий запах, Запад, и вот он все шел-шел, загнивал и загнивал. Скажите, вот вы говорите о том, что вот он выглядел вальяжно, все как бы, все хорошо, и как это сочетается с ситуацией, с то, что сняли Надежды с выборов? То есть, чем он мог помешать? То есть, шансов у него никаких не было. Никакой серьезной, так сказать, оппозиции действующей власти он не представлял. Он, в общем-то, вполне лояльный и такой человек, который вроде как из самой системы. Почему все-таки решили его не допускать? Не, на самом деле он представлял собой колоссальную опасность. Появление... Точно так же, как до этого такой опасность представляла Дунцова. Точно так же, как такую опасность представляет любой антивоенный кандидат, строго говоря. Россияне реально уже устали от войны. Не только от самой войны, а от всей сопутствующей ненормальности. Вот этой истеричности уже двухлетней, значит, когда там каждый день буквально так как последний живешь. Когда там телевизор как не включен, значит, они угрожают ядерным оружием. Там грозят стереть Вашингтон, значит, с лица земли. Массовые репрессии, когда ты реально боишься там слово сказать незнакомому человеку. То есть атмосфера в стране, конечно, очень тяжелая. И россияне от всего этого устали. Если бы Путину удалось победить, как это было в 2014 году в ситуации с Крымом, он бы получил такой же, ну, не настолько сильный, конечно, эффект медового месяца, как бы это было в Крыму, да, вот этот так называемый крымский консенсус, который держался потом с 2014 года. Ну, значит, как минимум до 2018 года он держался там абсолютно уверенно. Остаточные явления там были там до 2022 года, в принципе, на лицо. То есть не настолько сильный долгосрочный эффект он получил бы, если бы победил. Но, тем не менее, конечно, он бы очень сильно укрепил свои позиции. Но поскольку победить не удалось, и поскольку быстрая и бескровная война превратилась в такую затянувшуюся крайне кровавую и сжирающую все больше ресурсов, все это привело к росту антивоенных настроений россиян. И в этой ситуации появление антивоенного кандидата в бюллетене привело бы просто-напросто к тому, что эти выборы превратились бы в референдум по вопросу о войне и мире. Хотите воевать, голосуйте за Путина. Хотите, чтобы все это закончилось, весь этот кошмар закончился. Хотите, чтобы ситуация начала нормализовываться, голосуйте вот за этого, условно говоря, Надеждину. Да, Надеждин менее опасен для Кремля в этом смысле, чем Дунцова. Дунцова, поскольку она, очевидно, не связана с политической, так сказать, системой, она выходит, что называется, из народа. Это такой архетипический кандидат, знаете, вот из того, что называется там «народ против власти», да, такой архетип. Надеждину, конечно, аккумулировать протест сложнее, потому что он все-таки очевидный, значит, ну, он с 90-х годов в политике, вот, он ходит на все там телевизионные ток-шоу до последнего времени, во всяком случае, ходил. Ну, то есть он часть системы, да, поэтому антисистемные настроения ему эксплуатировать не так легко. Но, тем не менее, практика показывает, что, значит, и системным политикам очень часто удается оседлать эти антисистемные настроения за счет двух вещей. Первая – риторика, и вторая – критика со стороны системы. Соответственно, Надеждин все это получил, и вот как Трамп в 16-м году это проделал, тоже ведь часть системы, в общем-то, да, не то, чтобы, значит, совсем из народа выходить, это, в общем-то, такой богатенький буратино. Но, значит, Надеждин, вот он тоже, в принципе, эти настроения уже начал уверенно седлать. Поднялась волна, и он на этой волне поехал. Короче, это получился бы референдум по вопросу о войне, и Надеждин, очевидно, набрал бы больше, чем Путин. Ну, то есть на сегодня Путин… Критическая масса – это были вот эти вот панорамы очередей для того, чтобы поставить подпись под Надеждина. Это важный очень элемент был, да. Да, это ядро оппозиционеров пошло сдавать подписи за Надеждина по призыву лидеров зарубежной оппозиции российской. Вот этих Каца, значит, Навального, ну, его сторонников Навального, там, Ходорковского, значит. Тут вот как раз про счет Кремля, они недооценили российских оппозиционеров, они были уверены, что они, как всегда, там все переругаются, что на Надеждина набросятся, как на кремлевскую мурзилку, которая легитимизирует выборы, значит, и будут его критиковать. И вот они недооценили… Вот это, знаете, я помню, неоднократно говорил, меня спрашивали постоянно, значит, в России, вот почему, дескать, российские оппозиционеры постоянно ругаются и не могут договориться, так сказать, не могут создать единый фронт. Вот, и я как раз говорил, что, знаете, мне кажется, что они просто чувствуют, что, как бы, Путин силен, и им ничего не светит. Ну, то есть, объединяйся, не объединяйся, толку нет. А поскольку вот цели нет, и запаха добычи, так сказать, нет, в ноздри не бьет, да, так и, как бы, и что объединяться? То есть, нет императива, нет драйвера. И, соответственно, они, наверное, постоянно видят поводы там перессориться, передраться, да. Но я как раз говорил, что вот когда запах добычи им ударит в нос, значит, вот они в этот момент могут реально отбросить все разногласия. Просто они почувствуют, что есть ради чего объединяться, да. И вот этот вот, как у гончей собаки, которая почувствовала добычу, значит, у них вот появятся совсем другие императивы, которых сейчас нет. И, по-моему, вот это, ровно это и произошло. Они почувствовали, что, на самом деле, спрос на оппозиционность настолько усилился, подскудный спрос, да, вот, его, так сказать, на поверхности не видно, потому что люди, ну, всего боятся. Но, в принципе, спрос силен. И это почувствовали и Кацын, и Навальный, так сказать, и Ходорковский. Ну, то есть, все те, кто хорошо, значит, чувствуют, ну, не первый день в политике, и вот чувствуют нерв, так сказать. Вот. И поэтому они вдруг резко повзрослели. То же самое, строго говоря, происходило, значит, например, в преддверии революции 17-го года, вот в феврале 17-го года, когда совершенно неожиданно вдруг объединенный фронт, буквально-таки, вот от, значит, ну, там, без крайне правых, но абсолютно центристов, там, типа, кадетов всяких, да, и там крайне левых, типа, левых эсеров, большевиков, и вдруг единым фронтом выступили против, значит, империи. То есть, любой революции вообще предшествует вот такой период краткосрочного, потом обычно эти союзники быстро ругаются и расходятся, и, значит, становятся злейшими врагами, но краткосрочного объединения, вот в момент крушения старого режима. И вот Кремль вот эту штуку недооценил, да. И вот эти вот люди, сторонники, условно говоря, Каца, там, Навального, зрители, там, канала Ходорковского, они все пошли на, ну, массово пошли на участки, встали в эти очереди, да, и вот это все визуализировали, да, и создали вот эту волну. А люди настолько, они застоялись, помните, как свадьба в Малиновске, вот, а не засиделись ли хлопцы в седлах, вот, вот они реально застоялись, и они боятся выразить свою позицию с помощью каких-то нелегальных методов, потому что, ну, за это прилетит, а они же все-таки мирные обыватели и не хотят рисковать, вот. А тут появилась возможность легально это сделать без последствий, да, так сказать, ну, то есть сдача подписи за кандидата, ЦИК зарегистрировал, разрешил собирать подписи, то есть все в рамках закона, да, и вот уже очереди стоят, и оказывается, я не один такой, оказывается, у нас много таких, вот. Вот, и вот эта вот эйфория, которая людей, вот, людьми овладела, вот. Я почему так уверенно говорю, что если бы Надеждин был зарегистрирован, он бы выиграл у Путина, потому что вот эта эйфория, после того, как его зарегистрировали бы, она бы пошла дальше. Выиграл даже? То есть вы считаете, что он выиграл? Я же вам говорю. Я думаю, он выиграл бы 10%. Я думаю, что, вот абсолютно согласен насчет 10, я думаю, что до где-то 30, 35, ой, извините, до 40-45% он бы рос крайне быстрыми темпами, буквально вот по 7-8, а то и 10% в неделю после регистрации. Сам факт регистрации, понимаете, люди бы восприняли как проявление силы. Никто бы не сказал, ой, какой демократичный Путин, как он там молодец, он мог бы не допустить, а он допустил. Нет, такого не бывает. Все бы сказали, мы настолько сильны, они почувствовали народную, так сказать, силу народа, они не рискнули отказать надежденно, понимаете? И вот такие вещи создают то, что называется бендвагон эффект, эффект фургона с оркестром. Все колеблющиеся бросаются в этом направлении. То есть это как раз то, что называется в политтехнологиях эффект медового месяца, такая вот прям влюбленность кандидата. Он становится тефлоновым, вообще к нему ничего не прилипает, значит, никакой негатив, да. Вот в этот момент возникает вот это, знаете, ах, обмануть меня не сложно, я сам обманываться рад. Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад. Вот это вот ощущение позволило бы ему дорасти до 45. Да, 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 вот было бы что-то подобное. И до 45, я думаю, бы он дорос до выборов прямо очень быстро. Потом бы он уперся в потолок, ну, рост бы, наверное, пошел чуть помедленнее. Но надо просто понимать еще, что в это же самое время происходило бы стремительное падение Путина. Дело в том, что сам факт того, что Надежды нас зарегистрировали, был бы воспринят вот хардкорным ядром сторонников Путина, вот этими, значит, консервативными, так сказать, патриотами, да, как он себя называет, как доказательство того, что, ну, там, режим сломался, да. Ну, то есть, с точки зрения вот путинизма их, значит, такие люди, которые против войны, против президента, они должны в тюрьме сидеть, да. Они же американские наймиты, так сказать. А этого вдруг зарегистрировали, да. У нас что теперь, перестройка, что ли? Это что, это же не Путин, это Горбачевка, понимаете. Они бы самого Путина не опознали. То есть, они бы сказали, то, состарился, спекся, значит, прогнулся под госдеп, значит, кто-то бы вспомнил теорию профессора Соловья, что, значит, Путин умер, это вообще двойник, значит, подменили, да, царь, а царь не настоящий. И, в общем, вот это бы все сопровождалось бы встречным снижением рейтинга Путина. Поэтому в первом туре Путину бы вообще ничего не светило. Я думаю, Надежда набрал бы, да, около 10% больше. То есть, вот, 51 бы он, наверное, может, не набрал бы. То есть, он набрал бы чуть меньше, вот, типа, вот, 45-50 где-то в этом. Но был бы второй тур, вот, и во втором туре Путину бы ничего вообще не светило. Я сейчас еще раз повторюсь, я говорю о реальных электоральных раскладах, не о том, как посчитают. Ну, понятно, посчитают по-другому. Да, но ведь мало посчитать. Лукашенко в 20-м году тоже посчитал, да, чем закончилось, как полыхнуло. Поэтому посчитать мало, мало, но нужно, чтобы в результат поверили. Короче, Кремль, чтобы вот этого всего не допускать, он надежденно и снял. Вот так. А, Аббас, я прошу прощения. Вот вы сказали про объединение оппозиции, что вот в тот момент, когда возникает эта вещь, то они могут объединиться. Говорят, объединение всех российских оппозиций, только я прошу прощения, вы уже меня простите, гей, влюбленный в лесбиянку, платонической любовью, говорит, а может, как-то мы попробуем с тобой. Ну, вот российские оппозиции, они настолько разные, что объединяться вообще никто от них не ожидает. Ну и кроме того, если вы вспомнили о Владимире Ильича Ленина, Ленин ни с кем не объединялся. Он, наоборот, все время предлагал размежеваться. Нет, он сказал, мы должны, секундочку, мы должны объединиться, для того, чтобы потом решительно размежеваться. Нет, нет, наоборот. Перед тем, как, можно дословно, извините, вот дословная цитата. Перед тем, как объединиться, мы должны решительно размежеваться. Это цитата из, там, что-то, вот эпохи революции 1905 года. Вот, понимаете? Да, но размежевался он. Размежевался он. Он крайне эффективно размежевался, и, тем не менее, в нужные моменты он умел объединяться. К тому же, надо понимать, что вот объединение произошло в феврале. Ленина тогда не было в России. Он, как известно, появился, приехал в апреле. В апреле. Вот. И, да, и как раз февральское объединение, оно произошло в значительной степени без Ленина. Там участвовали другие лидеры, в том числе и Сталин. Вот, они поддержали временное правительство, вот, когда Ленин приехал в апреле, да, он снова начал размежевываться. Апрельские теннисы, значит, выступления на финансском вокзале, значит, он сказал... Превратить империалистическую войну в гражданскую. Да, превратить буржуазную революцию в социалистическую. Вот. После этого начался новый период размежевания. Кстати, оно тоже не то, чтобы быстро пошло, не все сразу с Лениным согласились. То есть, надо понимать, что Ленин, ну, не был, безусловно, хозяином партии. Он был, конечно, самый авторитетный человек в партии, но он не был, безусловно, хозяином. Поэтому, когда я говорю... Я к тому говорю, что вот объединение за Надеждина, это было объединение людей, которые шли на участки. Это не объединение Навального с Касом. Это объединение людей, которые идут за участки. Если бы в этот момент, я не знаю, Чичваркин кричал, что нет, это кремлевский проект, то на Чичваркина никто не обращал внимания. Конечно, конечно. Навальный кричал то же самое, на Навального бы не обращали внимания. Конечно. Объединение с Каса с Касом, а не с другими оппозиционерами. Да нет, смотрите, еще раз. Важнейшее... Вот для того, чтобы дать толчок, нужен был какой-то импульс. Вот этот импульс создали совместно, выступив в поддержку, значит, Надеждина, вот, лидеры оппозиции. Это я назвал объединением. Конечно, это не было объединением, строго говоря, они не создали формальную структуру. Значит, они не сели за один стол. Они продолжают спорить по множеству других второстепенных вопросов. Просто все остальные вопросы в этот момент оказались вторичными. То есть люди увидели то, что они хотели увидеть, строго говоря. Они увидели, что Кац призвал за Надеждина, Навальный призвал со своими соратниками, вернее, не сам Навальный, а соратники Навального призвали за Надеждина, Ходорковский призвал за Надеждина. Вот. И в этой ситуации, поскольку в целом, ну, люди, как я сказал, в Седлах засиделись, они, вот, им очень хотелось какого-то действия, да, они просто не обращали внимания на таких, как Чичваркин, которые там выступали против, да. То есть любой выступавший, вот возник такой эффект, вот это то, что как раз и называется «Медовый месяц», когда любой, кто выступает против, он просто стремительно маргинализуется. Ну, его просто вот выводят за скобки, да, чтобы он праздник не портил, так сказать, да. Вот у нас свадьба, а он с похорон пришел и сидит тут плачет, значит. Ну, что с таким человеком делать? Морду набьют и выкинут со свадьбы, понимаете? Чтобы не мешало веселиться людям. Вот эффект, который возник. Поэтому, еще раз, я не говорю об объединении оппозиции, о том, что это, так сказать, штука там какая-то серьезная и навсегда. Я говорю об ощущении, которое возникло у людей. То есть, на какой-то короткий момент они оказались в состоянии действовать в одном направлении, действовать единым фронтом. И это мобилизовало их сторонников. Потому что, конечно, когда возникает вот это ощущение, что наконец-то они выступили единым фронтом, объединили усилия, это как раз, это мобилизует очень сильно сторонников. Кстати, странно, что именно Кириенко проворонил этот момент. Значит, вот если бы его проворонил Сурков или там Володин, ну, было бы понятно. Но Кириенко, понимаете, он сам когда-то в политику попал, вот в настоящую политику. Да, начинал он просто как администратор, как известно, там сначала замминистра энергетики, да, в правительстве, значит, его младореформаторов. Потом он сам был в коротком промежутке времени премьером. Он был киндер-сюрпризом, да? Да, да, его Ельцин поставил. Ну, то есть это была такая административная работа, не политика. Политиком он стал по-настоящему вот в 99-м году, когда на дунских выборах он пошел во главе списка Союза правых сил, и они преодолели проходной барьер и взяли больше 5%. Это была сенсация, потому что до этого либералы на протяжении всех 90-х выборы проигрывали. Так за счет чего в 99-м году удалось Кириенко победить? Как раз за счет того, что на протяжении полугода до выборов чуть больше вот как раз они все объединялись там Хакамада, Немцов, Чубайс, Кириенко со своей новой силой и так далее. Вот эти масса маленьких каких-то демократических движений, Гайдар там, и они все вдруг, ну все кроме яблока, так сказать, да? Вот, они все вдруг объединились, создали единый список, и это реально мобилизовало их сторонников. Ура! Наконец-то у нас появился шанс. Наши лидеры, вместо того, чтобы там постоянно драться и ругаться, чем они занимались на протяжении всех 90-х, а действуют единым фронтом, это мобилизовало их избирателей, и за счет этого, за счет высокой явки своих сторонников, которая все 90-е была крайне низкой, значит, они преодолели этот барьер, и Кириенко, так сказать, пошел вот в публичную политику тогда. И поэтому Кириенко-то этот эффект, ну, поскольку он сам когда-то благодаря ему взлетел, он-то должен был его понимать, как это бывает, когда неожиданно вдруг, вот, из ниоткуда возникает импульс, значит, который, ну, способен там чудеса соответствовать ожиданиям. Да, да, и, в общем, Кириенко вот этот момент проворонил, потому что, конечно, что ему надо было делать, ему надо было не допускать надежденно до сбора подписей. Тогда был шанс, вот вместе с Дунцовой, как они не допустили, тогда был шанс, что вот этот вот вал просто не поднимется, вот эта волна не пойдет. То есть, как будто бы у них и оппозиция есть, и все как у людей, вот заигрались, заигрались немножко, но я бы хотел вас вернуть немножко назад, господа. Вот когда прозвучало о том, что Путин такой, значит, сейчас вальяжный, у него все получается, все хорошо, вот этот, вот эти разговоры о том, что Карлсон не просто так прилетел, да, а Карлсон прилетел с каким-то личным посланием от Трампа, и вот российские, так сказать, агит-каналы все это раскручивали, что, значит, вот придет Трамп и все разрулит. То есть, российская элита и кремлевские политтехнологи действительно верят, что если придет Трамп, то отношения между Россией и Соединенными Штатами резко изменятся? Ну, мне кажется, что есть основания это ожидать. Ну, во-первых, достаточно вспомнить, как лояльно вел себя Трамп по отношению к Путину, когда был президентом. Штатами вводил. Штатами вводил. Ну, вводил, может, что-то где-то вводил, но не так, как это делает Байден. То есть, точно был гораздо более лояльным. Ну, тогда и войны не было? Не, Ну, строго говоря, война идет с 2014 года, ее не было такой горячей фазе. Ну, тем не менее, в общем, ну, вы меня спросили, я вот свое мнение говорю. Я считаю, что у них есть основания полагать, потому что политика Трампа, полагаться на Трампа, политика Трампа и тогда была гораздо более лояльной, чем политика Обамы до этого и Байдена после этого. И, значит, его риторика нынешняя, она точно более выгодна Путину. вообще, Трамп в целом, даже если вывести за скобки его отношение к Путину, то, что он Путина хвалит постоянно и говорит, что Путина, можно понять его там свои резоны, но даже если это вывести за скобки, все равно Трамп ориентирован не вовне, так сказать, страны, а внутрь страны. Он говорит, хватит лезть во все эти дела, в том числе и хватит помогать Украине, то есть это не наша проблема, у нас своих проблем хватает. America first. Давайте заниматься нашей границей, давайте заниматься нашей экономикой, бороться с нелегальной миграцией, значит, наводить порядок, хватит этих. Ну, то есть, вот вы знаете, такая консервативная антилиберальная повестка, там достали всех уже вот эти либералы американские, значит, прогрессисты, значит, со своей борьбой за права меньшинства, да, и вот консервативное большинство теперь хочет, значит, восстановить статус и в этом смысле, ну, там, Путину, Украине, там, вообще всему окружающему миру будет уделяться меньшее внимание. Израилю. Вот. Ну, Израиль, к счастью, Трамп стоит все-таки на том, что Израиль это особняк, особняком стоит, да, ну, вы знаете, что... Но трамписты провалили и помощь Израилю в конкретии. Нет, это не трамписты. Провалили, это другая помощь. Республика трамписты. Тут он это провалил уже по тактическим соображениям. Ему крайне важно было, чтобы администрация Байдена, в принципе, была не в состоянии ничего сделать в Конгрессе, да, чтобы вот был кризис в целом. То есть, это не антиизраильский шаг, вот, то есть, он не то, чтобы хотел там навредить Израилю. Попутно, да, решая свои задачи, он чуть-чуть Израилю навредил. Это правда. Но, тем не менее, по отношению к Израилю, он, к счастью, в целом, лоялен. Поэтому, вот, для Израиля, мне кажется, что, то есть, если для России, для демократии, в целом, там, победа Байдена, это, это, это лучше, да, то для Израиля, там, победа Трампа, мне кажется, лучше. Как-то так. Да, это все признают. Я просто хочу сказать, что в этой речи мало кто отметил, что Путин не упомянул Израиль в своем интервью двухчасовой речи, что последнее время с ним случается достаточно редко, потому что, как только он начинает говорить, он начинает говорить что-то по типу, почему им можно, а нам нельзя. Да, тот вот чувствовал, что он говорит на трампийскую аудиторию, и поэтому Израиль не упоминает. И второе, что хочу просто в заключение, вот есть программа трех бородачей, Бухман, Венедиктов, Явлинский, когда они обсуждают, и там Явлинский в том числе сказал, что его несколько раз звали Путину быть типа посредником, миротворцем на переговорах и так далее. А когда случилось в Израиле 7 октября, то ему сказали, что это уже не актуально, и так все хорошо. Поэтому надо понимать тем лучше будет у Путина. Господа, не будет хорошо. Спасибо большое. Я благодарен политологу, политтехнологу Аббасу Галямову, политтехнологу Давиду Ительману. Спасибо большое, господа. Мира Израилю, мира России. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok